Записи чисел в двоичной системе числей. 1, 0 и, наконец, 1, 1, 1, 1. Можно, конечно, и дальше. Давайте сделаем так. Будем говорить, что множество А состоит из тех чисел, у которых черное число единичек. Вот это число 3, у него берем множество А. Так, дальше, где-то черное число единичек. Вот это число 5, это число 6. Пишем 5, 6, 9. 5, 6, 9. Что-то у нас дальше бывает. 10, 12, 16. Тогда 10, 12, 16. А, соответственно, все другие целые неотрицательные числа образуют множество В. Это числа, которых нет в множестве А. То есть это число 1, число 2, число 4, 7, 8, 11, 16 и так далее. Вот. Теперь правильно. Я напомню содержание предыдущего занятия. Были два множества. А и Б. А. Целые неотрицательные числа, у которых четное число единиц. Б. Натуральные числа, у которых нечетное число единиц. Ничего нового по сравнению с ним в прошлом разе, я не сказал. В прошлый раз было очень забавное комбинаторное свойство доказано, что любое нейтральное число, представимое в виде суммы двух разных слагаемых множества А, ровно таким же количеством способов, как в виде суммы разных слагаемых множеств В. А вот сейчас я возьму и расскажу более простое, и мне кажется, все-таки более даже интересное, свойство этих самых множеств А и Б. Только для этого нужно все-таки каждый раз ограничить себя. А именно, брать не множество А и Б, а брать такую штуку. Множество А, пересеченное с отрезком, от нуля до 2 в степени n-1. То есть все числа, у которых не больше определенного количества знаков. 2 в степени n-1, это понятно, это n единичек в твоей членой записи. И то же самое, Б в пересечении с тем же самым окрестом, от нуля до 2 в степени n-1. Давайте посмотрим на конкретное какое-нибудь n и на числа. Ну, например, давайте посмотрим, что у нас будет, если n это двойка. Тогда соответствующее А, давайте это назовем А, n, будет состоять из чисел 0,3. А множество Б будет состоять из чисел 1 и 2. Давайте взявим такое множество для понятности, значит, А, n. Это соответственно, Б, n. Дальше, если n это тройка, тогда, давайте напишу А второе, да? А второе, а второе. Тогда у нас А третье состоит из чисел меньше 8, то есть 0,3,5,6. И В третье из чисел, соответственно, 1,2,4,7. Ну, последнее, на что я решусь, когда n равно 4. Те же самое, 0,3,5,6. Теперь нужно выписывать все числа, не происходящие 15. 6, 9, 10, 12, 13. И, соответственно, Б состоит, потому что, собственно, там выписано, из чисел 1,2,4,7,8,11,13,14. Отлично. А теперь задаю вопрос. Давайте посмотрим, чему равна сумма вот этих чисел. 3, 5, 6. 14. 14. А чему равна сумма чисел 1,2,4,7? 14. 14. 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15. Надо, конечно, подольше считать, но тем не менее. 60. 27, 30, 38, 46 и 1, тоже 60. А вы это умеете доказывать? Что? А вы это доказывать не умеете. Ну, это бы ладно. Потому что, в конце концов, сумма, это, конечно, интересно. Александр Семенович, а если посмотреть на А1 и В1? Если посмотреть на А1 и В1, это не интересный вопрос. Понимаешь, Коля, я вот для того, чтобы не смотреть на А1 и В1, их не написал. Понимаешь? Специально. Единица натурального числа. Единица натурального числа. Но вот почему-то смотреть на А1. Не, ну хорошо, 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 я напишу. А1 состоит действительно из нуля. В1 состоит из единицы. А мы не равны. Сумма не равна. Вот, давайте все-таки не будем отвлекаться на хулиганов. И попытаемся изучать математику. Чему равна сумма квадратов. Ну, здесь 9, а здесь 5. Ничего хорошего. А вот если взять 0, 3, 5, 6, каждое возле стиха квадрата. Будет 9, 25 и 36. А здесь 1, 4, 16 и 49. Доверяю вас. Должно быть равенство. Ну да, 70 равно 70. Правда? Да. Что-то интересно, правда. Вначале даже сумма не равна. А здесь сумма квадратов равна. Теперь подсчитайте, пожалуйста, сумму квадратов этих чисел. Подсчитайте сумму квадратов этих чисел. Только, пожалуйста, регулятор этой скорости. А потом подсчитайте сумму кубов этих чисел и сумму кубов этих чисел. Сумма кубов этих чисел, как ни странно, должна оказаться равна сумме кубов этих чисел. И сумма квадратов тоже. И сумма квадратов тоже. И просто сумма тоже. А вот сумма пятных. А вот это удивительно. Почему-то некоторые степени, причем, заметьте, интересно, как. Вот здесь, здесь просто сумма. И ничего другого. Просто сумма. Давайте напишем степень. Первая степень. Здесь первая и вторая. А там чисел 20. А там чисел 20. Сумма квадратов? Да. Вот у этих. Да. Вверху. Да. Это вы узнал посчитали. Хорошо. Там там еще надо. Да. Ну, замечательно. Ну, теперь для калькуляторов все-таки работают, чтобы найти сумму кубов. В общем, ребята, давайте так, если честно, я точно знаю, что ответ будет такой. Здесь сумма первостных, сумма вторых и даже сумма третьих степеней удивительным образом, но отдаст нам совпадение. И если я, соответственно, перейду к А5, там можно будет брать даже 4 степень. К А6, там можно будет брать, соответственно, и так далее. В общем, теорема, о которой я сейчас хочу вам рассказать, звучит замечательным образом. Что, если вы берете сумму каких-то там степеней, когда К пробегает множество АН, то она равна, лучше не КА, лучше А, понятно. Берем всевозможные члены множества А, возводим степень. Это будет то же самое, что те же степени множества В. Только давайте напишем, если показатель степени у нас, если показатель степени больше или равен нуля и меньше, чем Н. Между прочим, в этом не разгадка, почему я сначала не очень хотел писать Н равно единице. Дело в том, что если возводить в нулевую степень, то это свойство в нашей множестве есть. Нулевая степень, если считать, конечно, что ноль, нулевая это единица, да? Вот, проще говоря, форму элементов. Если здесь, смотрите, элементов тоже можно. И здесь по 4 штук, и здесь по 8 штук, и так далее, и так далее. То есть, многочлен степени Мень-Н обладает... Да, ребята, вы понимаете, что если по первым степеням и по квадратам, и по нулевым одно и то же, то и для любого патологического многочлена будет так. А если еще и здесь и для круга так же, то для любого патологического многочлена. То есть, на самом деле, я мог здесь писать не А в степени М и Б в степени М, а мог так красиво написать. Если рассмотрим любой многочлен степени Меньше Н, то, когда мы просуммируем его значение в точках А множества АН-ного, и когда мы просуммируем его значение в всех точках множества БН-ного, то ответы у нас совпадут. Замечательно. Свойство симпатичное. Доказательство у него, на самом деле, очень простое. И давайте сейчас поймем, как оно, как это самое доказательство выглядит, потому что это действительно, как ни странно, очень-очень-очень легко. Много лет назад, когда я в таком же возрасте, как и сейчас, это чуть моложе, в общем-то лет 13 мне было, или 14, я точно уже сейчас не помню, усмеется, я открыл журнал «Квант», где в задачнике «Кванта» была задача, ну, чуть-чуть другими словами спанкулирована, но на самом деле, по сути, это. И там было решение удивительной длины. Я в нем посмотрел, посмотрел, попытался понять, потом понял, что лучше я стану большой и когда-нибудь это пойму. Ну, большим я встал, на самом деле, это понял. Там проблема была не в том, что это что-то сложное, а в том, что это все сложно обозначить. Вот, мне кажется, что я сейчас справился с системой обозначений,